Всем привет! Меня зовут Сергей. Я хочу обратиться к блогерам, живущим за границей. Вот у нас в городе Одинцово недавно прошел ремонт. Заменяли бордюры на дорогах. Я хочу узнать, допустимо ли такое у вас там, где вы живете. Сейчас я все покажу. Все. Ремонт закончен. Сейчас дойдем до начала одного из участков. Я покажу, как все это выглядит. Вот было заменено. Заменены бордюры. И как оно было заделано. Мне было интересно, когда все это было. Тут были дыры. Дыры на асфальте, которые сейчас до сих пор есть. Вот они все закидали, закидали. И так по всему дублеру Можайскому шоссе. Скажите, пожалуйста, ремонтируют у вас так дороги и тротуары? Это допустимо в нормальных цивилизованных странах, встающих с колен? Есть дублер. Новый бордюр. А вот старый бордюр. Вопрос. Зачем его было менять? Ну что ж, человек выложил ссылку на мой канал. И так как он обращается к блогерам, живущим за границей. Я поискал немного то, что можно показать в этом случае. Не нашел, к сожалению, непосредственно замену бордюра. Ну вот, например, как это выглядит в таких случаях. Если нужно сравнять дорогу, чтобы это было идеально или очень близко подогнано к бордюру. Как вы видите, вот этот материал. Называется этот материал Elastopev. И как вы видите, его можно подогнать под любой бордюр. Это оптимальный современный материал, который обладает очень интересными качествами. Во-первых, он пропускает дождевую воду. То есть ничего не задерживается. Он экологически оправдан, этот материал. И сделан он от вторичной переработки остатков строительных материалов. А также стекла, например, бутылок и так далее. Это покрытие, например, гарантирует, что у вас не будет никаких луж. И что самое главное, он не обмораживается льдом. Мягкий, когда на него наступаешь. И, соответственно, когда покрывают им дорогу, то фактически как бы заклеивают дорогу, засыпают, она застывает. И, соответственно, можно его насыпать в любую ямку. И достаточно только его ровно выровнять. Вот как мы видим, идеально подходит к любому бордюру. Ну, а дальше еще две современные технологии вы увидите с использованием немецких машин. В одном случае это напрыскивание специального клея со смолой. Опять же, засыпание материала похожего на эластапев. Много говорить не буду. Давайте просто посмотрим, как это выглядит. Опять же, можно любой ширины дорогу засыпать. И, соответственно, подвести, сделать ее круглой. Я не знаю, любой формы, любого цвета. Я не знаю, любой формы, любого цвета. И последнее. Это будут тоже новые технологии для того, чтобы каждый камень не собирать в общую дорожку. Теперь вот использую такую машину-пластырь, которую тоже можно запрограммировать на любую ширину. И, соответственно, выложить быстро, эффективно любую дорожку. Музыка. 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 А здесь никаких комментариев. Просто посмотрим, как работают немецкие машины. И на что я прошу обратить внимание, чем занимаются сейчас строители на дорогах. Когда-то это считалось очень тяжелым трудом. А сейчас, как вы видите, это обслуживание мощных машин, которые, по сути, являются роботами. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok